МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадио компании Гомель у студии Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Лепшая Украине. Сегодня у Гомеля ушановывали тренеров, которые подрыхтовали переможцев и призеров у Республиканской спартакеяды школьников 2018. Международная конференция. У Гомеля обмеркуются актуальные проблемы лясной господарки. Свята музыки. Гомельская областная филармония у Рачиста открыла новый концертный сезон. А зараза б гэты меньшим больш подрабязна. Тротуары у центральной части Гомеля изменяют свой выгляд. Вышиванку с плитки плануют завершить выкладать до конца месяца. Гэта, калли, дозволить на дворье. Новое тротуарное покрытие уже укладывают по обо два боки советской. Доброе упорядкование, кладка плитки с элементами узора, национального белорусского орнаменту, за крайне участок улицы от площади Ленина до площади Паустанья. Протяглость амаль полтора километра. Выкористовывается тротуарная плитка гомельских вытворцев трех колеров. Ее кладут подродные дорожно-будовничные организации областного центра. Не выключено, что в протяге на гостылю будут доброупорядкованные и иншие пешеходные зоны у центра Гомеля. Концепция вышиванки, скажем, для города не нова. Если вы как помните, в этом году уже участок улицы Жарковской произвели замену плиточного покрытия в национальном орнаменте при открытии детско-городской больницы. Кроме того, в прошлом году закончилась реконструкция набережной реки Сош, где также присутствуют национальные узоры. По имеющейся мне информации, даже город Гомель попал, скажем так, в рекорд, что протяженность набережной в национальном исполнении плитки укложенной в орнаменте составляет порядка двух километров. 74 годы працонного стажу, отданность профессии и постоянная праха доведал. Гэта про Миколая Кухарова, настауника с великой литры. На передо дни свята, дня настауника до доктора педагогичных навук, профессора, завитала наша здымочная бригада. Миколаю Кухарову 93 годы, а пенсионерам у полным сенсиях этого слова он стал только месяц тому. 31-го жни у него развитауся со своим опошним працонным местом – Гомельским институтом развития адукации. Тут академик Международной академии акмеологичных навук отпрацевал целых 35 годов. Пройшел шлях от методиста до загадчика кафедры акмеологии. А настауничать почал у 19, выкладал у початковой школе. Дякуючи тому, что лес звел Миколая Кухарова сталиновитым навуковым керавником, на всю жизнь он захопился доследчицкой деятельностью. У вынику выдал свыше 300 навуковых работ, створил свою навуковую школу. Кажучи об самых радостных и приемных периодах своего працонного життя, узгадывая частые командировки по необсяжных просторах былого Советского Союза. Самая приятная для меня избранная профессия, а самая, как говорится, или как вы хотите услышать, что меня особо радовало и отражалось во мне, вот, как заинтересованное и лучшее. Это моя работа в различных точках бывшего Советского Союза. Вот, как я уже сказал, Казахстан. Это же просто, я жил этим. Даже Чумень уже до Владивостока дошел. На этом тень наш корреспондент Марина Джалая наведает еще некольких наставников, тех, кто все же все отдал в обранной справе, и кто в профессии робит первые кроки. Подробный сюжет глядите в программе «Новины тыдня» в неделю на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Сегодня у Гомеля ушановывали лучших тренеров, которые подрихтовали переможцев и призеров Республиканской спартакеяды школьников 2018. По выниках этих споборництвов в область заняла первое агольно-командное место. На урочистостях побывали наши корреспонденты. Таких выников на Республиканской спартакеяды школьников Гомельская область не показывала 5 годов. 965 очков – первое агольно-командное место за летние и зимовые виды. Для поравнания розница с другим местом – 29 очков. За пошним – шостым – больше к 400. Пришимка ли сборная по плавании и ранее выступала стабильно. Тоже анодшая команда по футболе первое место заняла у першиню. Сирот инших пероможных видов спорта – бокс, веслование на байдарках, тяжкая атлетика, велосипедный спорт, дзюдо, волейбол. Перед каждым соревнованием всегда ставим перед собой цель и задачу, чего достичь именно на этих играх. Конечно, нам хотелось быть победителем спартакеяды школьников Республики Беларусь, но оказались лишь только на втором месте. Это тоже почетно. И представлять Гомельскую область на республиканском уровне – это всегда девочкам считается большим праздником и хорошим результатом. На переддень проведения республиканской спартакеяды школьников на Гомельщине пройшла нарада, на якой зарабили работу над помылками и удокладнили стратегию выступлением. Теперь можно стверждать – все зарабили правильно. Четыре первые места, семь других и одиннадцать третьих – соправды досягнение. Специальные статуэтки, памятные подарунки, гоноровые грамоты и дипломы – это не только заслуженные узнагороды, а и подтверждение наявностью в области профессийных тренеров и талиновитых молодых спортсменов. Урешті зорки великого спорту нараджаются с дитячих досягнений. Ребята объединяют спорт – это здоровье, это будущее. И мы рады тому, что спартакеяды школьников дают возможность выявить наиболее талантливых детей, определить приоритеты своей деятельности. И не зря Гомельская область вносит свой достойный вклад в большой спорт. Олег Сентюров, Марина Джалая, Євген Макейнка, телерадио «Компания Гомель». Спортсмены и выкладчики Гомельского областного училища Олимпийского резерву организовали в родных сценах урочистую встречу с ветеранами спорта. В среде гостей были титулованы, уминули матлеты, заслуженные тренеры и наставники. Завитала на встречу и наша здимуточная бригада. Такие встречи поколению ладятся в училище не первый и не другой год. Каждый раз выкладчики разом с наученцами рыхтуют концертную программу и урочистости. Все лето до юных атлетов завитали шановные гости, среди которых Евген Гауриленко – советский легкоатлет, бронзовый призер олимпийских гульням, майстер спорта международного класса. Миколай Киров – бронзовый призер олимпийских гульням, убегу на 800 метров, сребрый призер чемпионата Европы убегу на 1500 метров, шматрозовый чемпион СССР. У рамках концертной программы прохочало немало теплых слов в адрес ветеранов спорта, об их любови до профессии, богатым житовым в опыте и подтримание традиций айчинного спорта. Звичайно, существует практика протягивать тренерскую карьеру после наступления так званого пенсийного возрасту. На Хомельщине МОС натремаются за опыт, распроцовки и методики специалистов, которые на протягу долгого часа сами досягали спортивных вышинь и приводили до перемог других. В регионе свыше 33 тысяч человек занимаются спортом, а за ними стоит совсем невеликая колькость тренеров. Я хочу пожелать всем, всему тренерскому составу и тем людям, которые, тренерам, которые продолжают работать, несмотря на возраст, но они молодой душой на самом деле. Поэтому дай Бог вам здоровья, спасибо за все, что вы делаете для нас, для спорта. И мы очень рады, что вы по-прежнему с нами в строю. И эти медали, которыми по праву гордится Гомельщина, это в том числе и ваш труд, который вы на протяжении многих лет делаете в наших учреждениях. Не обойшлося на встрече и без уручения у Знагарод. Дипломы, подяки и гонеровые грамоты гостя отримали от Белорусского громадского объединения ветеранов физической культуры и спорта, а также от управления спорту и туризму Гомельского облаканкама. Евгению Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». В этом месяце исполнится 100 лет с дня утворения самой массовой молодежной организации Советского Союза, Всесоюзного Ленинского Коммунистичного Союза Молоди. Сейчас его правоперемником в нашей стране является Белорусский Республиканский Союз Молоди. Некольки десяти годзи у истории молодежного руху на Гомельщине у материале Олега Синцерова. Мы с забровками живем у Гомелянии, и каждую раменьку ходим в пионерский лагерь. Так-так, мы на вето ходим, потому что лагерь размещен неподалеку от дома, в городских летящих парках. Гэтая киноздымки пионерского лагеря, разработанная в червене 1960 года, про чистая линейка, уздым-стяга, обоисковая зарадка и прогулка по Центральному парку культуры имя Луночарского, корреспондент за кадром свержая. Навод в великим городе, подчас летних каникул, можно отпочить весело и текаво. Работе с молодью в Советском Союзе надавалось великое увагу. За май 70-х годов в былом детячем парке шматы чего изменилась. Давно уже нема тут скульптуры пионеров, и никто больше не проводит великие пионерские сходы, хоть функцию места отпочинку парк все еще выполняет. В 1960-м Владимир Давидович так само был пионером. Праз три года он отримал комсомольский билет, а в Кастичнику 1979-го узначали в областную комсомольскую организацию. Тады ее керавництво размещалось у будинку, який зараз мае юридичный адрес Селянская, 14. Правда, внутри за минулый час шматы чего изменилась. Владимир Давидович узгадывая, тут, находящийся отделы областного комитета, прикладно, в этом месте размещался его службовый кабинет. Былый первый секретарь добра памяты этой годы и головную задачу, которую необходимо было обовязково выконать. Это задача быть среди молодежи, не над ней, а в среде молодежи. Знать все, знать настроение, знать, что она хочет. И эти цели и желания способствуют, чтобы они реализовывались. Всесоюзный Ленинский Коммунистичный Союз Молоди официально вспомнил свое основание Уверсни 1991-го. У снежни того же года Белорусскую Комсомольскую Организацию переименовали у Союз Молоди Беларуси. Сегодня правоперевником ВЛКСМ заявляется Белорусский Республиканский Союз Молоди. Подчас встречи былого первого секретаря об основке комитета ЛКСМБ Владимира Давидовича и сучастного первого секретаря Гомска Абкама БРСМ и Грозавалея, размыва в сучастной работе с молодью и реализуемых инициативах потребка специалистов и оборона авторских правов удельников проекта «Стоиды для Белоруссии» плюс организация другостной занятости и развитие волонтерского руху. Это можно и патриотизм воспитывать, и любовь к добру, и в принципе развивать понятие, что такое добро и как его творить. И самая главная задача, чтобы донести до молодого человека, что он живет не сам один обособленно, а объединить их, чтобы они на благо страны что-то сделали. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Во университете имя Франциска Скарыны на этом тыдне пройдет международная науково-практичная конференция по теме «Лесная господарка. Практика. Наука. Адукация». Удельниками форуму станут вученые, доследчики и простойники вытворчасти с Белоруссии и России. Сферу лесной господарки разрядят с разных боков науки, адукации, экологии и экономики. На пленарном посаджении будут разлежены актуальные проблемы лесоупродкования, узнавления, агротехнологии, выросшивание посадочного материала. Гомельская областная филармония урочисто открыла новый концертный сезон. По доброй традиции знаменальную творчую падею провели у Международный день музыки. На сцене Громадского культурного центра разгорнулся неверогодный по прыгажосте и ведовичности святочный вечер, який объединялся творчая коллектива установы. В Великом концерте так само задейничали и запрошенных российских артистов. В программе музычная спадчина и чинных и замежных композиторов, духовная классика, ирочные романсы, популярные эстрадные и народные композиции. Усё, чим можно здивить, уразить и порадовать публику. Глядачам подарили по-саправдному грандаёзное шоу, натхнённое фантазией и марой. Мы с Натальей были уже у вас в Беларуси, нам здесь очень нравится. Это благодарный зритель, всегда приятно выступать. Открытые люди, очень дружелюбные, с яркими, с блестящими глазами. У новым 52-м концертным сезоне Гомельская областная филармония мая намер реализовать шерох новых музычных проектов. Наприклад, зараз уже ведутся суместные гастроли с артыстами Абл-драм-театра. Концертная программа «Памятая свет» выратованы, промеркована до святкования 75-ти годзе вызволения Гомельщины от немецко-фашистских захопников у Великой Айчыной войне. И она будет ладиться як у гэтым, так и у наступным годзе и охопить все районы в области. До того ж, зараз артысты филармонии рыхтуют масштабный музычный проект с уделом замежных артыстов. Уже буквально через три недели оркестр представит свой новый проект, который называется «Тенориссими». Это международный проект, в котором участвуют артисты из Украины, России и Израиля. Это очень интересный проект, прозвучат известные арии, оперные из оперет. Но что самое интересное, они прозвучат в современных каверных переложениях. Уже подготовлены аранжировки оркестром и в скором времени состоятся репетиции с артистами. Так что я всех приглашаю, очень будет интересный концерт. У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась уникальная выстава, да и старышная насекомая у янтары. И она демонструет во всех дробных деталях простонников фауны, которые жили миллионы годов тому и застыли в неполторных самоцветах. Не глядячи на то, что янтар не каштоун и камень, он покарил свою пригожостью многие великые цивилизации. А еще это своя особливая святка наивеликших судов и катаклизмов земли, летописец ее истории. Одна из самых пригожих, редких и незвычайных зъяв палеонтологии инклюзия замирания жития у янтары. Дяк учредительным ластивостям самоцвета у простонники флоры и фауны доходят до нас скрозь миллионы годов у першопачатковым выглядзе. Инклюзия велизарная редкость, и она сустракается у одним камень на тонус добытых и каштое тысячи долларов. Выстава дагисторичная насекомая у янтары в Беларуси демонструется у першыню. У Палаца Румянцевых и Паскевича представлено 30 инклюзов размещенных ушляных пирамидах и оснащенных специальной подсветкой и системой линзов. Только таким чином можно деталево разглядеть дробных жуков, павуков, термитов и инших сторожитных насекомых, назавжды застылых у янтары. Древние пауки, древние жуки, осы, термиты, муравьи, кровососущие. В общем, представьте себе любое насекомое, его предков обязательно отыщите на нашей выставке. И это действительно те самые насекомые, которые обитали на нашей планете это то, что действительно стоит увидеть. Поэтому приглашаем всех посетить выставку. ГТ, а так само и иншие новинные вы можете знайти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvergomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитываюсь усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Вы смотрите де-факто в студии Алексея Немкевич. Здравствуйте. Около 600 тысяч рублей ущерба и десятки обманутых по всей стране. Областное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о мошенничестве. В состав преступной группы, которая отличала четкое распределение ролей и обязанностей, входило трое гомельчан. Согласно материалам дела, фигуранты, используя бланки, реквизиты и печати, создавали подставные фирмы, которые далее регистрировались на посторонних людей, нередко на лиц безопределенного места жительства. На данные общества приобретали продукцию без намерений дальнейшего расчета за данную продукцию и реализовывали ее за наличный расчет индивидуальным предпринимателям или же за границу в Российскую Федерацию. Отмечалось, что фигуранты тщательно конспирировались. Они представлялись вымышленными именами и ездили на взятых в прокат престижных авто. В ходе расследования были допрошены более 150 человек, проведены десятки очных ставок. Сейчас дело передано в прокуратуру. Вину не признает. В суде Железнодорожного района продолжается процесс над бывшим начальником налоговой инспекции Советского района Гомеля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий и взятках. Сегодня прошли прения сторон. Требование обвинения 6 лет с конфискацией всего имущества. Защита с этим не согласна и просит оправдательного приговора. 4 октября с последним словом выступит сам подсудимый. Поохотились почти на 2500 долларов и уголовную статью. Именно такое наказание грозит двум жителям Добруша за убитую выдру. Мужчины охотились без разрешения и попались областной инспекции охраны животного и растительного мира. Вред за незаконную добычу одного животного вида выдра. К тому же исчисленный в двойном размере в связи с тем, что данное охраняется международной конвенцией СИТЭС. Составил 200 базовых величин, что является крупным размером. В отношении данных граждан Добрушским РСК возбуждено уголовное дело. Гореохотники, к слову, не смогли пояснить, зачем им понадобилась туша выдры. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гродно местный немун и футбольный клуб Гомель лечным поединком завершили игровую программу 23-го тура национального чемпионата высшей лиги. Исход поединка решили два голевых удара хозяев на 31-й и 77-й минутах. Сначала Павел Цеслюкевич счет открыл, удвоил преимущество гродненской команды Глеб Рассадкин с 12 метров положивший головой мяч точно в угол ворот Дмитрия Дударя. 2-0 Неман побеждает. После 23-х сыгранных туров Гомель в турнирной таблице располагается на 9-й позиции. В 24-м туре команда Алексея Меркулова играет на домашнем газоне. С 6-го октября зелено-белым предстоит поединок с Солигорским Шахтером. В первой лиге чемпионата страны по футболу 24-й тур уже сыгран. В малом областном дерби Светлогорские ЦКК и Житковичский ЮАС разошлись с миром 1-1. В еще одном дерби теперь уже по лескам Мозырская славия играла с Микошевичским гранитом. Голевой лимит на этот матч команды исчерпали уже к 10-й минуте. Сначала Дмитрий Хлебосолов получив мяч от партнера в центре штрафной соперника подобрал ногу и пробил точно в угол ворот. Две минуты спустя гранит ответил Александр Бур и оказался самым расторопным на добивании. 1-1. До финального свистка больше голевых ударов болельщики на трибунах Мозырского стадиона «Юность» не увидели. Завтра Славия продолжит борьбу за второй по значимости трофей белорусского клубного футбола поединок 1-8 финала против Бобруйской Белшины. Гомельский локомотив в 24-м туре на своем поле встречался с лидером чемпионата столичным энергетиком БГУ. Начался матч для железнодорожников не очень удачно. Илья Любаев на 22-й минуте срезал мяч в свои ворота. Вскоре Алексей Носко увеличил преимущество гостей. На старте второго тайма у гомельчан появился шанс вернуться в игру. Андрей Лавренчук сделал счет 1-2 реализовав пенальти. Однако спустя 8 минут энергетики восстановили отрыв в два мяча. Точный удар на счету Жахангира Хаджамова. 3-1 победа энергетика которая продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. Мы забили должны были возвращаться в игру и тут же пропустили стандарт. Ну это футбол так бывает. А в целом по игре претензий к ребятам у меня нет. По самоотдаче по желанию. Да и проиграли мы наверное только по счету не поиграли. Сами видели что была равная игра абсолютно. Славия в таблице чемпионата по-прежнему на второй позиции. Локомотив опустился на седьмую строку. Химик после 24 туров на девятой позиции. ЮАЗ на одиннадцатой. В высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись очередные поединки. Оба представителя нашего региона одержали победы. Жлобинский Металлург-2 на домашнем льду дважды был сильнее Новополоцкого Химика-2 6-4 и 8-1 Дубль Гомеля также праздновал две виктории однако стопроцентный очковый урожай собрать не удалось. Одной из двух встреч против Бреста два Рысам удалось завершить в свою пользу только в дополнительное время. Сейчас Гомель-2 возглавляет турнирную таблицу Металлург на седьмой позиции. После паузы вызванной сборами национальной команды Беларуси возобновляется чемпионат страны по гонболу среди женских команд. Гомель завтра на паркете Дворца игровых видов спорта в областном центре играет с Березиной начало в 18.30. В воскресенье 7 октября в гости к команде Томожа Чаттера пожалует столичный БНТУ БелАЗ. Первый эпизод главного противостояния женского клубного гонбола стартует в 17.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok